коллеги приветствую вас на канале клуба трейдеров картель сегодня по одному запросу разберем тему постановки тейк профитов где ставить как да то есть каким образом можно выходить отложенными ордерами и самое главное почему да то есть нужны причины для этого значит он первый вопрос как в различных терминалах будь то там мета трейдер либо терминал там крипто биржи какой-нибудь либо фондовый рынок неважно абсолютно как правило есть отложенные ордера они обратные для постановки take профит они либо называются как и называются до take profit либо это может быть лимитный ордер встречный то есть если мы в покупке мы ставим лимитный ордер на продажу и когда цена его активирует и условия соответствует да то есть наличие объемов наш позиция будет закрыта значит где ставим 100 где ставим теки я схематично еще покажу самое главное наверное отдать сначала наводку по статистике то есть необходимо понимать насколько часто инструмент ходит широко от ваших точек входа насколько часто он ходит не широко и когда вы будете обладать неким набором сделок результативных в зависимости от их результативности вы сможете для себя понять какие же все-таки теки вам больше подходят кто-то торгует 90 процентов положительных исходов ему достаточно там один к одному полтора к 1 по к даму кто-то торгует там две сделки из 10 в плюс и при этом забирает 20 когда мы тоже на дистанции плюсово то есть различные бывают ситуации кто-то берет фиксированные 3 к 1 до классика там и 4 к одному и тем самым обеспечивает себе положительную динамику по его депозиту то есть здесь все сугубо индивидуально в зависимости от мест где вы заходите если от локальной ситуации значит короткие теки если код если это контр тренд то это тоже короткие теки если мы берем выхода из каких-то широких длительных накоплений то можно потянуть одну как бы с открытым тейком сидеть да то есть не ограничивать себя ориентироваться на какие-то изломы перебитые какие-то экстремы слева где можно пофиксироваться откуда цена начинал свое движение то есть это место взлета до так называемый если это был какой-то памп на монетке либо место пролива новостного например когда какие-то факторы очень сильно сдвигая торговый диапазон мы видим огромные красные палки я покажу на примере монетки на dx сначала единственное только схематично касаемо постановки тейков расскажу значит в зависимости от того как двигалась цена например например будет графиком ланговый поэтому шорты разберем допустим у нас было какое-то восходящее движение и в этом восходящем движении у нас есть несколько интересных мест на который можно ориентироваться допустим мы подошли к уровню далее ложный пробой здесь узкая торговка у нас порт консервативный вход на ложный пробой им я думаю вы уже знакомы кто не знаком пересмотрите видео кто хочет больше таких моментов узнать выходите на курс только-только стартовали еще можете успеть ссылки там будут в описании под видео значит допустим мы ставим сюда солсток агрессивный стоп лосс ордер и консервативный стоп лосс ордер до в зависимости от того какая ситуация сколько мы прошли какой у нас запас ходу технически и такое прочее не в этом суть допустим мы открываем нашу сделку и вот мы хотим забрать нашу заветные скажем три к одному когда можно потянуть а в зависимости если мы очень много прошли и у нас здесь какое-то существенное препятствие на пути движения можно пробовать забирать пример откат да то есть это маленькое коротенькое движение имеемся забрать там свои заветные три к одному открываем весь объем и до свидания что будет дальше хоть потоп если мы например пришли на ретест здесь вот долго долго стояли в накоплении это был первичный выход и мы пришли на ретест ретеста мы можем ждать как минимум до до обновления лоя то есть это будет такая дальняя цель если у нас просто да какое-то движение в вакууме и мы рассматриваем конкретно от в обратную сторону мы можем ориентироваться например на перебитые изломы если здесь нет никакой каши про торговки просто пролетели насквозь нет никакого препятствия это потенциальные места реакции последующей то есть цена на возврате будет тестировать и возможно формировать зеркальную плоскость последующим уходом туда на перехай это для нас возможный звоночек да здесь можно пофиксироваться также откаты обязательно за ними следить для контр-трендовые движения это крайне интересные места если мы берем на контр тренд мы можем тянуть до откатов пришли к откату и зафиксировали и дальше ждем что происходит если инструмент стоит не делать дальнейшее движение мы после следующего сваливания до можем стопик подтянуть сюда и ехать всем объемом либо там остатком дальше до следующего отката на пути к следующему отката у нас будет обязательно препятствия в виде перебитого излома ну как правило да если это не безоткатное движение вот эти вот моменты можно ориентироваться если цена не доходит до тейка да например у нас тейк был здесь и вот мы уперлись как вот у меня было на монетке идея сейчас покажу там я была картинка что инструмент дальше не идет и его начинают как бы обратно заваливать то есть инструмент прошел три к одному я не закрылся и когда начали заваливать я закрыл половину а стоп поставил без убыток ожидание нечто вот такого похожего да то есть сначала манипуляция затем дальнейший ход на крипте все больше и больше становится манипуляцией и от месяца к месяцу крипта становится больше похоже на форекс то есть движение стали широкие получаются нас очень широкие диапазоны пока биток у нас держится в хаях очень многие монетки ходят довольно таки широко и сейчас наверное рай для торговли ложных пробоев поэтому здесь поаккуратнее разберем я сначала покажу скрины до пруфа там получилась такая интересная интересный момент что после последнего выхода получился такой резкий обвал то есть мы пришли на точку срыва и обвалились монетку к сожалению заделистили с бинанс поэтому посмотрим на пай бит и нашел разметил и покажу значит ко входу да там вопрос отдельный с этим не как-то не тема веба покажу сейчас именно по сопровождению по логике первого выхода когда нас вот здесь начали заваливать какие были ориентиры на что ориентироваться то есть у нас ответственное падение у нас нет никаких ориентиров здесь нет ни откатов ни каких-то препятствий никаких торговок мы просто стояли отвалились вниз и после того как поставили дно начали отрастать то есть ориентиры на то что было слева смотрим вот у нас слева есть область такая торговочка откуда мы просли и потом сквозь нее пролетели насквозь возможно что это будет вот так поэтому то есть это все как сложно ложнопробойная такая формация мы гуляли там сверху потом вывалили сверху вниз и можем протестировать уже с обратной стороны и затем двинуть куда в продолжение шартов то есть на подходе могут быть различные ситуации я смотрел на младшем таймфрейме и когда начали заваливать то есть у нас движение откат попытка дальнейшего хода не пускают начинает заваливать это сигнал на выход то есть я закрываю половину стоп подтягивают за этот откат в безубыток да в небольшой плюс ожидании дальнейшего хода дальнейший ход фиксированный take на подходе к области откуда мы сорвались обязательная фиксация потому что может быть реакция никто не знал что она будет настолько сильная да то есть здесь может быть и вот так но четвертиночку обязательно закрыть подходе и получилось что инструмент дал очень сильную реакцию отсюда но наша задача в понятном до движение для нас либо там где мы понимаем работать именно забирать часть все любят почему-то трендовых движениях подбирать вот здесь обязательно продавать вот здесь на отката продавать в окончании отката покупать и вот забирать вот это движение так как это классика тех анализа да продавай дешево покупай дорого наша задача вот в трендовом движении в понятном для нас движение вот кусочек забрать и до свидания если мы имеем запас ходок вот широкий этот кусочек может быть большим для откатных каких-то движений да он у нас совсем коротенький и вот нужно всегда помнить об этом торговать до аккуратненько не стремится хватать самый самый хвост и держать куда-то туда далеко-далеко потому что бывают различные ситуации там новостные вещи или просто рынок там поменяется например то условие там не знаю отчетность как это выглядит что угодно может быть рынок развернется обратно и отдавать все движение ни в коем случае не надо всегда на пути исследования необходимо хотя бы частично фиксироваться для тех кто работает и набивает первичную статистику я рекомендую применять полную фиксацию по достижению там три-четыре к одному набейте руку набейте глаз того чтобы посмотреть что у вас получается какие движения получается забирать сегодня вот биток у нас на новостях полетел крайне сильно мы внизу оставили огромное скопление по поводу ликвидации выгребли абсолютно все сверху там еще есть интерес до 66 до 67 посмотрим что будет дальше это будет в записи для вас это будет уже будущее вот всем удачи используйте стопы используйте фиксированные тейки выбирайте рынка то что вам дают и будет вам счастье всем пока удачи поэтому и что и Субтитры создавал DimaTorzok